Теперь к ситуации в Сирии. К 5000 приближается число боевых вылетов, которые самолеты российских воздушно-космических сил совершили в рамках сирийской операции. Только сегодня сотни целей. Командные пункты террористов, склады боеприпасов, подпольные заводы и, конечно, объекты нефтедобывающей инфраструктуры. Система обогащения игиловцев, как на ладони, благодаря данным со спутников, обмену информацией с другими разведками, а в последнее время еще и сирийской оппозиции. Бомбардировщики часто вылетают, чтобы просто дежурить в воздухе. Между получением координат и точным ударом считанные минуты. Клим Санаткин с подробностями. Наступление по всему фронту при поддержке нашей авиации. Сирийская армия продолжает теснить террористов, запрещенного в России исламского государства. Только за последние сутки авиагруппа базы Хмеймим в Латакии выполнила 59 боевых вылетов, поразив 212 объектов боевиков. Уничтожено более 320 боевиков и 34 единицы бронированной и автомобильной техники. В том числе из них два танка, одна боевая машина пехоты и 15 жипов, оборудованных крупнокалиберными пулеметами ДШК. Наиболее интенсивные бои идут в провинциях Латакии, Идлиб, Алеппо, Хама, Рака и Хомс. Под прицелом инфраструктура боевиков, склады с боеприпасами, укрепленные позиции в горах, командные пункты, огневые точки. Важно уничтожить источники доходов террористов, нефтяные скважины, перерабатывающие заводы и колонны бензовозов. За последние сутки российские бомбардировщики Су-34 уничтожили в районе населенного пункта Дерезор 94 топливных наливников. Также в районе населенного пункта Рашидия-Гаубья, это провинция Хасики, В ходе свободного поиска обнаружена уничтожена колонна из 15 бензовозов, осуществляющих перевозку в северном направлении нефти, добытой подконтрольных террористами районов. Благодаря прицельным обстрелам по позициям террористов силами ВКС России, боевики ИГИЛ все чаще оказываются отрезаны от прежних баз снабжений и поставок нового вооружения. При этом сегодня особо была отмечена работа с представителями сирийской оппозиции, от которой регулярно поступает информация о местонахождении боевиков ИГИЛ. В районе населенного пункта Мааретан-Науман, это провинция Идлиб, штурмовиком СУ-25 уничтожена крупная база террористов ИГИЛ. В отдельно стоящем здании находился склад боеприпасов и материальных средств, а также командный пункт бандформирования. Сведения о расположении данного объекта были получены нами от представителей сирийской оппозиции. Все данные проверяются через информационный центр в Багдаде с помощью беспилотников, а также средств объективного контроля. В Минобороны подчеркивают, что удары наносятся исключительно по террористам. Появилась даже такая закономерность, чем точнее мы бьем по террористам, тем больше в зарубежных СМИ шума со ссылками на какие-то анонимные источники о якобы неизбирательности нанесения ударов российскими самолетами. Хочу обратить ваше внимание, что с первого дня операции в Сирии мы регулярно и полностью не только рассказываем, но и показываем результат нашей боевой работы. О прозрачности всех действий нашей авиагруппы в Сирии говорит и тот факт, что Министерство обороны России в подробностях делится всей информацией о ходе нанесения ударов. Посмотреть за вылетами наших истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков с авиабазы Хмеймим регулярно приглашают иностранных журналистов. При этом о пресс-турах на авиабазах антиигиловской коалиции никто не слышал. В небе над Сирией сейчас регулярно дежурят бомбардировщики и штурмовики. Информация о местонахождении террористов поступает регулярно, поэтому пилоты готовы нанести удар в любую минуту с начала операции. Наша авиагруппа уже совершила более 4000 взлетов и посадок. Клим Санаткин, Вячеслав Черешко, Никита Севастьянов. Первый канал. Сирия.